Вот уже несколько лет, как бывший поселок городского типа Китой носит гордое наименование микрорайона. Но новый статус не решил имеющихся проблем, а скорее добавил новых. Дом культуры закрыт и требует капитального ремонта, зданию школы больше, чем полвека, а чтобы попасть на прием к врачам узкой специализации, жители Китоя вновь и вновь отправляются в город. Именно медицинское обслуживание стало главной темой координационного совета. Люди давно сетуют, что врачей в Китое не хватает. Чтобы попасть к окулисту, кардиологу и другим специалистам, жителям приходится ехать в первую поликлинику. Вопрос расширения штата медперсонала в Китое даже не рассматривается. Говорить о том, что мы можем приблизиться буквально каждому микрорайону, кварталу и поселению, это не всегда возможно из существующих разрешенных нам нормативов штатов. То есть на 20 тысяч населения один кардиолог, на 20 тысяч населения один невролог, хирург чуть поменьше. Представители медицины понимают неудобства жителей и пытаются сделать все возможное. К примеру, вопрос замещения врачей, находящихся в отпуске, сейчас нет. Решается проблема ремонта местной больницы. Специалисты уже работают над проектной документацией и готовятся с МИТа. И две терапевтических единицы также посчитали недостаточными. Обещали ввести третью. На наши вопросы они ответили, хорошо, но нам это все только обещается и обещается. Обещали нам дневной стационар, так его и нет, медсестру в школу обещали нет. Но сейчас, что радует, пообещали нам фельдшеры дополнительно. Наша китайская отучилась девушка и она будет здесь работать фельдшером. Остро стоит проблема с обслуживанием узкими специалистами детского населения. Но она есть и в городе. Ответственные за медицину пообещали жителям Китоя детского стоматолога. Но раньше осени он вряд ли появится. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов, Местное время.